Добрый день! Сегодня речь пойдет об очень необычной самоделке. Результат будет немного исторический, немного шпионский и немного повстанческий. Я задействую весь свой технический арсенал и проявлю недюжий объем творческих способностей и терпения. В самую первую очередь изготовлю корпус. В качестве материала органическое стекло. Я, к слову, изначально планировал применить дерево, скажем, бук или дуб. Но в самый последний момент чаша весов с гирками, располагаемых в моей голове, перевесила в сторону оргстекла. Уверен, что в будущем я не пожалею о своем выборе. Произвожу начальную разметку и согласно ней сверлю отверстие диаметром 2 мм. Сверлю постепенно, поскольку этот материал очень быстро нагревается и существует риск, значительный риск, сломать сверло и обречь себя на муки по его выковыриванию. Целевое предназначение данного отверстия выступать в качестве ориентира для возможности последующей обработки. Если говорить более конкретно, то это отверстие нужно для центровки на токарном станке. На токарном станке я обточу еще и две латунные заготовки. Первая из них будет выступать с основной частью текущего изделия, а из второй я сделаю жетон для собаки. Если у вас есть псо, можете ко мне обращаться, кстати. Ссылка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok После достаточно продолжительной работы получилась вот такая практически готовая деталь. Правда, данная деталь требует еще и определенной доработки. Эта самая доработка подразумевает под собой подгонку торцевого проема под необходимые размеры. Делаю это с помощью прямоугольного надфиля. Верникая в детали процесса, отмечу, что моя задача подогнать прямоугольный вырез до таких размеров, чтобы в него можно было установить USB-флешку. USB-накопитель. Это самая компактная флешка, которую мне удалось обнаружить и приобрести на просторах нашего славного городишка. Устанавливаю флешку в корпус и закрепляю с помощью двухкомпонентного клея. Между прочим, корпус я окрасил черной матовой краской повышенной прочности. Мне показалось, что цвет органического стекла выглядит менее солидно, чем упомянутый черный матовый. И снова в дело вступают меры по обеспечению максимально возможной технологичности производственного ВГ-процесса. В частности, в тот период времени, пока набирает прочность двухкомпонентный клей, изготовлю верхнюю крышку. Эх, все никак не приобрету дополнительный сверлильный патрон для сверлильного станка. Все дело в том, что штатный патрон не способен зажать сверло диаметром 2 мм и менее. В этой связи пользуюсь, что называется, дедовской смекалкой. Если говорить о финишной обработке, то в данном случае, эта самая обработка классическая. Если слово классическая, можно использовать в данном контексте. Лечь идет о полировке с помощью шлифовки, точнее, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги и фетрового круга с задействованием загадочного фантастического зеленого камешка. Остатки этого самого волшебного камня удаляю растворителем и выделяю выгравированные надписи и символы с помощью краски. Подчеркну, краска автомобильная, усиленная, повышенной износостойкости. Эта краска довольно густая, а поэтому я ее слегка разбавляю, чтобы она равномерно проникла во всю фрезеровку. В торце сверлю отверстия диаметром 3 мм. Конечно же, гораздо целесообразнее было бы сверлить до окраски. Однако, как известно, всего и вся предвидеть нельзя. Но ничего, главное аккуратность и отсутствие спешки. И все получится. Сверлю также два отверстия верхней крышки. Нужны они для дополнительного крепежа последней. По легенде, устройство относится к технике Германии, а немецкая техника отличается своей надежностью. В общем, для надежности делаю еще и химическую заклепку, если так можно сказать. В свою очередь, в отверстие на торцевой части устанавливаю латунную втулку с резьбой М2. За кадром была изготовлена еще одна деталь, которая является незаменимой по нашей условной легенде. Выполнена она из листового алюминия, имеющего в своем составе титан. Элемент вырезан по профилю и для его извлечения пользуюсь обыкновенным канцелярским, а точнее макетным ножом. Мини-саблей, я бы даже сказал. После хирургии аккуратно обрабатываю края наждачной бумагой и также аккуратно полирую. Полирую без существенного прижима, поскольку имеет место вероятность счесать лишнего. Саму же деталь готовую приклеиваю с помощью прозрачного клея, который активно используется для монтажа защитных стекол на смартфоны. Указанные выше мероприятия произвожу и по отношению к задней фальш-крышке. Ну и последний штрих, установка заводного кольца с цепочкой. Хотя, конечно же, данное кольцо чистая условность. Использовать такую флешку в качестве брелка смертный грех. Учитывая сколько труда в нее было вложено. В целом получилось очень уникально, оригинально, эстетично. Мне нравится. Позвольте задержать вас еще на несколько секунд. Хочу порекомендовать вам быстренько канал одного нашего коллеги, самодельщика. Товарищ заслуживает огромнейшей поддержки. Дружище, жму тебе руку. Молодец. Обязательно переходите на его канал. Антоха Плохого не посоветует. Ссылка будет в описании. Все непременно поддержите, пролайкайте ему видосы. Что по поводу флешки. Тот, кто привык мыслить, что называется «авлоп», посчитает, что это чуть ли не пропаганда фашизма. Тот же, кто имеет более широкий кругозур, хотя бы знает, что означает «белая роза», поймет весь символизм сегового свойства. Но политик это не несет себе в данном направлении, в текущей ситуации мировой, каких-либо тайных, сакральных посылов. А может и несет, точнее, это уже каждому решать. Уверен, Штирлицу бы понравилось. Ну а я жму руку, как всегда. Но вас ран. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok